Прошла только половина первого месяца года, а на дорогах Уссуристка уже пострадали двое детей пассажиров. Начальник ГИБДД высказывает свои опасения и делится итогами года прошедшего. 2020-й выдался непростым, но вместе с тем, по ряду критериев, был значительно лучше 2019-го. Снизилось общее число дорожно-транспортных происшествий, количество погибших, раненых и пострадавших. Основная масса правонарушений и совершения ДТП – это люди-профессионалы, у которых от 10 до 25 лет стаж вождения. Они просто, как говорится, расслабляются. И всё. Теряют бдительность, приобретают уверенность и попадают в ДТП. Из 357 аварий, которые случились за год, только в двух случаях за рулём были так называемые чайники. Растёт и число одурманенных алкоголем лихачей. Хотя увеличение по сравнению с 2019-м небольшое. 50 таких дорожно-транспортных происшествий. Было 42. Причём есть определённая динамика по сезонам года и дням недели. Конечно, количество чуть-чуть снижается. Оно в таком хаотичном порядке. То всплеск идёт, то снижение. Вот летний период будет всплеск, как говорится. Люди на машинах едут на озёра реки, отдыхают, злоупотребляют алкоголем и садятся за руль. И вот вам эффект. То есть всё зависит только от самих водителей. А вот следующий показатель зависит не только от водителей, но и от пешеходов. В еженедельной сводке происшествий весь год травмированные пешеходы. Разговоры, штрафы, наглядные последствия столкновений человека с автомобилем никак не возымеют эффект. И по словам тех, кто первыми прибывают на места таких ДТП, очень часто вина обоюдная. Капюшон идут или в телефоне, не смотрят ни влево, ни вправо. Вот я на пешеходном переходе, я иду. Машину, конечно, по тормозам. Ну бывает, на что-то водитель отвлёкся. Да, бывает. Он будет наказан. И он на пешеходном переходе сбивает пешехода. А пешеход себя не безопасен, не смотрит. В 2020-м на дорогах округа погибло 8 пешеходов. Годом ранее эта цифра равнялась 11. На дворе 2021-й. И статистика стартует с нуля. Но это не повод расслабляться. Ежедневно на улице Уссурийска выезжает 9 нарядов ДПС. Главная задача которых – проверка соблюдения правил дорожного движения.